Саламу алейкум! Здравствуйте, дорогие друзья! Асаламу алейкум! Сегодня, как вы видите, у меня в гостях Мурат, мой друг, брат. Мы с ним будем делать такой экспериментальный вариант блюда в казане. Баранина и телятина будут готовиться вместе. Посмотрим, что получится. Кто любит баранину, тот получит баранину. Кто говядину, кто телятина, тот получит телятину. В общем, Мурат, давай, приступаем. Давай, начинаем. Для этого блюда, вы видите, у нас мясо 7 килограмм и вот такие овощи. Мурат, тебе даем овощи. Мурат, лук режешь лучше любого официанала. Под фунтами натаскиваемся. Мурат, баранин у нас такая нежная, сочная. Видно сразу, еще по мясу можно определить, по цвету мяса. Смотри, молодая, она будет такая светлая, не сильно красная. И волокна будет такие маленькие. А то, что постарше, у нее мясо будет вот как уговядину такого цвета, и волокна будет большие. Думаю, у нас сегодня получится отличный эксперимент. Это у нас эксперимент идет. Мухаммад Мусаев меня пригласил, подинвестировал этот эксперимент. Я им в этом помогаю. Посмотрим, что у нас получится. Надеемся, получится. Ну, что бы ни было, я думаю, будет вкусно. Да, если с овощами, то у нас вкусно будет обязательно. Ты, Мурат, больше кукачейн даешь, баранье или говядине? По-разному, да. Не скажу, где-то баранье, где-то говядине. Вот сегодня ты получишь оба варианта. Оба сразу никогда не ел. У нас гость, Мурат. Шамиль пришел, старший брат. О, алейкум салам. С чего, Шамиль? Это баклажан, да, Мурат? Это кабачок. Это кабачок. У нас будет сегодня такой овощной ассорти. Болгарский перец, помидоры, баклажан, кабачок. Лук, лук, помидоры двух разных видов, розовый и красный. Вот так же делим. Петрушка, укропкинеза. Огурец не отправляем, мы, кстати, туда, в казан. Да, да, да. У меня очередь дошла до телятины. Сделаем вот такие куски. Так, сперва, в самый низ отправим жир. Жир нам заменит подсолнечное масло. Так, после жира, как я говорил, отправляем сюда телятины. Почему телятины отправляем быстрее? Потому что оно будет готовиться дольше, чем баранина. На минут 20-30 телятины будем готовить дольше. Просто все обидим, они просто будут. Так, Мурат, по-моему, ты уже полностью овощи отготовил. Приготовил, остался нам чеснок. Давай я тоже почищу чеснок. Я в последнее время, Мурат, без чеснока ничего не могу готовить. Чеснок это всего. Она и вкус придает. Своеобразный такой. У меня такая фраза была, Мурат. Сейчас она снова стала актуальной. Я хотел бы сказать, что никогда нельзя спешить. В этом деле никогда нельзя спешить. Пошла в ход кола. Вот так вот. Сегодня у нас настоящий мегаэкспермент получается. Кто-нибудь готовил в коле? Нет. Ну, конечно, это кола испарится через минут 5-10. Это я просто вместо воды ее добавил. Друзья, теперь у нас в ход пошла баранина. У нас примерно минут 30 пошло, как мы закинули сюда говядину, пилятину. Сейчас можно отправить и бараньину. Добавлю. Так, пока. Вот. Значит, надо отбить под Túль. А. вот так вот осталось так посолим мы это все слишком много соли добавлять не будем если вдруг не хватит потом можно будет сверху добавить так с добавим мы сюда и перец черный дорогие друзья наше экспериментальное блюдо казани селятина плюс баранина готова будем вытаскивать ее и ставить на стол мурат как видишь у нас все готово правильно давайте баранину попробуй и телятина вот у нас терять и на вот например баранина кусочек тоже в своем соку письмо их кусок то листом и я тоже сделаю вкус очень шикарный у нас просто милос надо же сама смотри в момент режет это и без ножа что ли даже ножик не нужен посмотрите пожалуйста смеляю рахману рахим хамат шикарно получилось так что берите у него рецепт подписывайтесь не пожалеете вот эксперимент человек делает над разным маринад и соус и мясо разное тут сегодня два разных видом брать сегодня мы даже и в цель попробуй и колу тоже добавляли попробуй телятина а я баранина одинаково не баранина сону чуть нежнее на любителя лес кому баранина кому говядина дорогие друзья а больше почаще делать такие эксперименты зовите в гости таких людей как мурат и у вас думаю получится то же самое конечно конечно мурат тебя пожелания моим подписчикам всем баркала за просмотр ставьте лайк подписывайтесь комментарии отзывы что не хватало там например помогайте нашему любителей жареного мухаммаду мусаеву подвигать канал продвигать канал да чтобы было как-то лучше побольше мухаммад подписчиков тебе что у тебя все в дальнейшем было хорошо и так же как я попадете сюда и будете пробовать кстати друзья каждый ваш лайк комментарий подписка также репост поможет мне продвинуть мой канал чем больше смогу его продвигать тем больше я могу смогу вас удивлять своими рецептами своими гостями и всем тем чем можно будет удивить вас всем спасибо за внимание всем салам алейкум всем удачи до новых встреч дорогие друзья вот она вот мусорный бак кидайте сюда а нашу речку нашу реку сула пожалуйста не качкайте выбирайте за собой